Всем привет! Это мой маленький обзор по программке под названием Calibre для менеджмента ваших электронных книг, для конвертирования их в форматы, поддерживаемые электронными читалками, электронными ридерами. Итак, скачать программку можно на сайте calibre-ebook.com. Программка бесплатная, нажимаем ее скачиванием, кнопки Download доступны версии для Windows, macOS, Linux и также версии Portable для Windows, то есть не требуется установки, просто может работать с флешки или просто без установки. После установки вы увидите Welcome Wizard, помогающий вам с начальными настройками, доступен русский язык, тут мы выбираем папку для хранения всех ваших библиотек, нажимаем Далее, как вы видите поддерживается огромное количество устройств, Sony, Barnes & Noble, No Color, No Tablet, поддерживается новый Kindle Fire, и в моем случае это просто Kindle. Тут указываете ваш Kindle Email, хочу заметить, что я указываю приставку Free, так как если вы отправляете документы на ваш Kindle.com адрес с темой Convert, то Amazon будет с вас брать 15-20 центов, если не ошибаюсь, за каждый мегабайт при конвертировании ваших личных документов в форматы поддерживаемые Kindle. Это все можно делать бесплатно с помощью прекрасной программки Calibre и использованием FreeKindle.com email. Тут указываем имя и пароль вашего Gmail адреса, чтобы с него, так сказать, и отправлять эти книги. Нажмем Далее, установка закончена. И так выглядит домашний экран программки Calibre. Конвертирование книг очень простое. Этой программкой я и конвертировал все книги, показанные в предыдущем видео. Очень просто. Нажимаете на книгу, нажимаете Convert. В принципе, неопытный пользователь, не обязан, скажем так, менять никакие настройки. И можно просто нажать ОК. Вполне приемлемое качество, скажем так. И через пару минут, в зависимости от размера книги, она будет конвертирована в формат, поддерживаемый вашей электронной читалкой. Расскажу об очень интересной функции под названием Fetch News. Как вы знаете, в Kindle есть веб-браузер, но он не такой быстрый, как хотелось бы. И, скажем откровенно, читать новости на новостных сайтах неудобно. Но присутствует очень удобная функция в Calibre, где вы можете скачивать новости из ваших любимых новостных сайтов, а потом читать их в любое для вас удобное время. Как вы видите, огромное количество ресурсов. На английском почти 370 штук, на русском всего лишь 10. Но есть очень приятная функция, как скачивание новостей из Google Reader. Таким образом, вы можете назначить скачивание каждый день в любое назначенное время, указывать имя и пароль для вашего Gmail, Google Reader, и программка будет автоматически скачивать все ваши любимые новостные ресурсы в ваш Kindle в любое назначенное время и синхронизировать через Wi-Fi. Таким образом, допустим, неважно, вы назначили скачать, нажимаете Download Now, вот происходит скачивание, и через пару минут книга появится здесь. Конечно, на уравском мне книга не нужна, я остановлю. Допустим, это и была та книга, которую вы только что, тот новостной ресурс, который вы только что скачали. Можете нажать Connect and Share и отправить на свой Kindle e-mail. И буквально через пару минут книга будет доступна на вашем Kindle. Также присутствует очень интересная функция сервера. Очень быстро покажу. Порт, имя, пароль и размер Preview. Таким образом, стартуем сервер. И нажимаем Test. Сервер выглядит таким образом. Это версия для компьютеров, скажем так. Вот тут вы видите все ваши книги. Также присутствует мобильная версия. Так и выглядит веб-сайт с вашего Kindle или с iPad, iPhone, Android или любого другого мобильного устройства. Все эти книги можно прямо отсюда скачать на ваш iPhone и читать в... iPhone, кстати, сразу предлагает открыть данную книгу в приложении Kindle, что очень удобно. Так, таким образом, это, наверное, все, что я сегодня хотел рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. А так, это все. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует...